И да, я ему просто сказала, чувак, я тебе оставлю твой заказ здесь, и ты сам придёшь, его заберёшь. Их было несколько, я сразу поняла, что что-то здесь не так, и один из них ударил меня по рюкзаку, пока я ехала. Ну что ж, дорогие мои девочки, как вы можете понять по моему внешнему виду, сегодня Хэллоуин, поэтому это будет Хэллоуин Эдишн, и я буду рассказывать страшилки о своей работе. И как любой видос о своей работе, я всегда начинаю со слов, ну как вы все знаете, я работаю доставщицей Глова. Поэтому да, этот видос я начну так же. Работаю я, значит, доставщицей Глова, и когда я начала работать, я поняла, насколько это кринжово быть девушкой в этой вот сфере. Это просто какой-то ужас. Кстати, насчёт Хэллоуина, сделала себе вот такие вот ногти, я довольна, и ещё я довольна тем, что происходит у меня здесь, в районе шеи. Боже, все это похвалили, потому что это шикардос. Начну я, пожалуй, с самой кринжовой истории, самой запоминающейся. Забрала я, как обычно, заказ, еду, и просто вижу, указана улица и дом, думаю, мало ли частный сектор, такое тоже бывает, правильно? Правильно. Еду, подъезжаю и понимаю, что это просто трасса, просто дорога, и там только церковь. Окей, я смотрю, никого там нет. Я ему звоню, чтобы уточнить это, чтобы он это поменял в приложении, да, чтобы мне посчитали правильно стоимость за заказ, и чтобы я смогла этот заказ закрыть, потому что я его закрыть не смогу, если я поеду куда-то дальше, правильно? Я ему звоню, объясняю ситуацию, да, культурно, вежливо, красиво, и он сходу начинает просто вот стартовать на меня. Быкует так не по-детски, я сразу поняла, что, ну, здесь вообще дела не будет. Он мне сразу начал пикать, хамить, обзывать также. Я, честно, я завалила в тот момент, и, а я же как бы девушка тоже такая, знаете, ну, не пальцем деланная, я немножко агрессивная, вспыльчивая, и не позволю себя обижать, ну, типа, камон. Он мне еще такой говорит, вот ты тупая, что ли, ты не могла мне сразу позвонить, уточнить, я тебя здесь стою, жду уже полчаса, оставь себе этот заказ, верни мне деньги. Я ему говорю, слушай, ты указал неправильный адрес, неправильную точку, что ты от меня хочешь. Он мне начинает, все, езжай сюда, я говорю, куда мне езжать? Я говорю, я стою там, где ты поставил точку и где ты указал. Он начинает опять там что-то быковать, говорит, я там все в комментарии указал, а комментарий это вообще другое дело, да, то есть комментарий это комментарий, но если адрес указан вот этот вот, то я должна подъехать под этот адрес, все, мне за него платят. В общем, он меня еще начинает оскорблять, снова же хамить, я уже не вычеркнула, я ему сказала, все, чувак, я кину твой заказ там, где ты поставил точку, и ты приедешь его и заберешь к себе. Вот сам просто придешь и заберешь. Потом все, я пишу в поддержку, говорю, так и так, попался хам, большие проблемы, говорю, не хочет не менять адрес, ничего абсолютно, на контакт не идет, говорю, закрывайте заказ, там отменяйте, что хотите, то и делайте. В итоге они там ему звонили, что-то уточняли, мне звонили, уточняли, переспрашивали, потом я вижу, он в конце концов соизволил отправить мне живую локацию, да, хотя вот до этого он мне упрекал в том, что я тупая и не могу найти адрес, да, он мне присылает свою живую локацию, а оказывается, он выбрал вообще даже не тот город, да, то есть он выбрал улицу в Варшаве, а сам он находится под Варшавой. В общем, да, такие вот пироги, вот кто из нас еще тупой оказался. В общем, вторая ситуация, которую я тоже, кстати, очень люблю, потому что она и кринжовая, и забавная, и вообще я не знаю, что это вообще было, да, what the fuck. И, в общем, стою я, забираю заказ, жду. И я была в какой-то такой одежде, что у меня было видно татуировки на ногах. Заходит чувак, доставщик, смотрит на меня, так глянул что-то вниз, ну, думаю, блин, ну, глянул татухи, боже, ну, с кем не бывает. И он еще, походу, с кем-то общался в наушниках, да, там по телефону, и я слышу, он кому-то сказал что-то, ой, там татуировки, думаю, ну, блин, ну, бывает, я тоже могу кому-то сказать, что ой, там татуировки, там на лице, класс, круто, да, все. Потом я думаю, на этом все, мы закончили, да, с этим чуваком, но нет. Заказ я делаю второй, там, третий. Стою, жду заказ, да, вот так спиной к выходу, и слышу, заходит знакомый мне голос, это тот чувак. И он, опять же, с кем-то общается в наушниках тогда, живенько. И тут я вижу боковым зрением, что он открывает телеграм, да, и начинает записывать кружочек, и такой говорит, о, прикинь, опять она здесь, и просто поворачивает телефон, и начинает записывать меня. Тут, короче, меня уже бомбануло, потому что, камон, чел, какого хрена ты меня записываешь, да, без моего, как бы, вообще согласия на это, это первое. Второе, ты какую-то чухню несешь обо мне, я ему говорю, типа, ты не охренел, да, вот так просто прямым текстом. Он мне такой, о, так ты понимаешь на русском, я говорю, да, и что дальше, я говорю, какого хрена ты меня записываешь. Он начал, а что ты агрессируешься туда-сюда, я говорю, слушай, получается, это я агрессивная, да, я в чем-то виновата. Нет, говорят, а ты ведешь себя как му**а, а я, как бы, соответственно, реагирую на это все. И, в общем, мне там опять начало что-то затирать, какая я агрессивная, знаете, вот это вот типичное мужское поведение, да, делать чухню, женщина реагирует на это, да, вот агрессивно, потому что, ну, а как еще? И все, женщина у нас виновата, женщина истеричка, как интересно, да, typical man. Дальше такая очень короткая ситуация, но которая меня очень взбесила, это опять же вот это вот связанное с фразой «улыбнись», да, то есть если ты девушка, ты должна улыбаться. И получается, еду я с заказом на приличной такой скорости, да, с обычным лицом своим, боже, я могу улыбаться, могу не улыбаться, потому что это мое личное дело. И просто чел стоит и такой «улыбнись!» Думаю, блядь, не пошел бы ты нахуй, нет. Ну, то есть не говорите девушке улыбаться. Хотите улыбаться, улыбайтесь сами. Ну, я не должна улыбаться, лишь бы вас радовать. Все, до свидули. Ну, и помимо вот вышеперечисленных ситуаций, было еще несколько, так, ну, до десяти, я думаю, ситуаций, когда я приходила за заказом, да, и те, кто выдавали эти заказы, сомневались в том, что я справлюсь с этим заказом, ведь он тяжелый, объемный, и все потому, что я девушка, и у меня между ног вэджайна, а не хуй. И еще я запомнила очень ситуацию, которая меня тоже поразила, потому что она показывает, насколько мужчины охренели и позволяют себе какую-то, ну, дичь, вверить, делать и вообще как-то вот в таком ключе мыслить. Я приехала, и чел, походу, в приложении не увидел, что к нему приедет доставщица, а не доставщик, да, он просто заказал и пошел себе, да. Ну, и, в общем, звоню ему, сказать, что вот я уже здесь, да, жду вас, там, где он указал место, и он выходит и такой, ммм, если бы я знала, что будет девушка, да, я бы вот придумал, что мы бы могли как-то с продолжением это все сделать. Ну, понимаете? То есть я стою такая, ну, просто в конкретном аку, то есть я не видела, не слышала, чтобы женщина такое сказала мужчине-доставщику, да. И то есть вообще, я не знаю, ну, то есть мне тоже привозят доставку, я вообще не думаю, чтобы такое кому-то сказать. Ну, то есть это вообще как минимум неуважительно, это вообще ужас какой-то. Ну, то есть и мужик, да, вот я как девушка, работающая в доставке, да, и он себе позволяет такое сказать в сторону меня. То есть я делаю свою работу, а он мне какую-то хрень затирает за то, чтобы мы еще могли как-то где-то с продолжением. И нет, это не шутка. То, что сейчас скажут, что у меня просто нет юмора, нет, это ни хрена не юмор, потому что это не смешно, потому что такой чухни предостаточно вокруг, да, что где-то кто-то кого-то, точнее, как, кто-то где-то. Мужчины домогаются женщин, поэтому эта чухня, она везде, поэтому нет, это не шутки, и это ненормально так себе вести, ненормально такое сказать девушке, которая привезла тебе твой заказ. Это не окей. И я не знаю, почему я еще должна это пояснять взрослым людям. Ну, камон, все это понимают, да, все адекватные должны это понимать. Ну, и одна из последних ситуаций, которая со мной произошла, это было вот достаточно недавно. Получается, еду я, просто еду, это было воскресенье, такой холодный, пасмурный день, то есть было мало людей на улице. И мне навстречу идет толпа малолетних людей, я бы так сказала, да, то есть, типа, ребята лет по 15, я бы так сказала. Ну, и получается, они так в шутку, типа, преградили мне путь. Один так поднял руки, мол, типа, не проедешь, а потом такой сделал как бы поклон, типа, мол, езжай. Я же такая, ну, типа, думаю, окей. И тут я понимаю, что один из них ударил меня по сумке. А я думаю, какого хрена ты это сделал? Я резко торможу, останавливаюсь, поворачиваюсь и говорю, кто это, блядь, делал? Один из них, тот, что именно заводила такой конкретно, но видно, что он там в этой компашке самый главный, он такой, типа, а что ты на меня? Это не я. Я говорю, так а кто? О, ты же здесь был, ты это видел. В общем, началась вот эта перепалка у нас такая словесная, да. Подошел еще мужчина с парковки, чуваку этому сказал, типа, иди в школу, иди делай уроки, да. Типа, что ты цепляешься к девушке? Уже отходил и крикнул такой, о, это она просто агрессирует. То есть, опять же, та же самая ситуация. Чел сделал чухню, я отреагировала, да. И еще я как-то себя неправильно веду. В общем, да, сделаю этот видосик чисто так. на «Поболтать», поделиться своим опытом. И, девочки, можете оставлять свои кримжовые истории в комментариях, потому что я уверена, что хотя бы одна история у вас имеется, да. Так что вот все, девочки мои. До скорых встреч.